вот сап гайз вот такой вот ветерочек сегодняшний денек хотел я не играть но все же по ходу виду на последний турнир серии нокаут алекс сейчас быстренько перекушу и посмотрим не факт что это пойдет в эфир и но если будет что-то интересное пойдет осталось 3 фишки пересаживайся за наш стол большой вам шалом из кипра на тернии против стрита выставился ривер коряга guys who is who is drinking this is drunk tournament you you if you're not drinking you are not going to the final table финалка друзья первая на этой серии добрый вечер у нас специальное включение мы находимся на финальном турнире по 1000 баунти интересно что будет ведь мы собираемся тащить не успел я начать турнир сразу же естественно большой блайн меня посадили три псом попал стрит вот этого человека кстати режиссер я про него помню рассказывал давно еще на полынчик как раз короткого будет надеяться на останется живых в общем атмосфера неплохая но мы останемся живых будем спаивать стол начнем с него предай привет всем привет не узнать не узнать конечно правильно фамилия за лейган всем привет всем хорошего вечера дня и большой вам шалом из кипра да абсолютно классно классный первый первый турнир у или ты чё ты 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 как осталось три фишки пересаживайся на наш стол я сел тоже первый журупой как бы впаялся на двадцать тысяч на двадцать я нашла впаялся что за пихня как у тебя было расскажи раздачку давай давно раздачи вообще не не рассказывали пойдем по на перерывчик хорош и твой да давай сделаем так что весь турнир вот все выпивали это я последний турнир он осознан быть чтобы был пьяным ты уже я еще не я жду подходящий момент они если мы будем все пьяны ты нас будешь обчесывать как я вот уже буду пить я ты чё я только так вы я только так у меня хоть маленький шанс появляется когда сейчас раньше был так нет я на у тг плюс один вот репетил у тг вот зашел батон 3 бет заболел холодный отсюда прилетел 4 бет у меня тушка руля раз примерно можно назвать цифры цифры ну типа если если нет лишь 8 если было 12 да то он открылся 4 1 1 мм 12 он типа там ну наверно 30 я типа пол и тот тоже пол и осознан дежурный пол доска там дамы 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 9 2 он прям крошку совсем колку терн туз он уже типа две трети колку плохо дело колку от ривер ривер валет он он можно было потерпнуть так спустился вообще до 100 тысяч разменял шашки заказал пиво вместе смешание иннером лишь передай привет хорош вот и что защитил ввб с туз 4 оба то накрылся большой стойкой сбоку ту среди ведь черный все почек или термом маленький ссб я рейс по танку холодно ривер тройка я решил то были пуши своего туда получил кого там валет удвоились так открылся с королями мои второй премиум за этим столом после двух часов полнейшего кардера сб колу дедушка режиссер бб чапан пол король 89 флэш-дро запахло жареным я треть полку терн здесь пошло второе флэш-дро тут уже два стрита кучу флэш-дро у короткого на из 8000 осталось чуть больше банка я сразу его аллен бп пас у короткого стрита но вы видели ревер сюда ты сознаешь хэн смотри чё на терне против стрита выставился ревер коряга а чё у тебя случилось у меня топ-2 и флэш-дро против света ты чё в амаху играешь что ли топ-2 и флэш-дро это как запрыгивай засквизил туздаму ссб против агро чипака скотов и колу на баттоне там на баттоне короткий стек из-за нокаутов 20вб вышел шикарный флоп туздама мелкая я поставил 10 процентов как бы играл с туздами как бы играл с королями и нога играл с каким-то слабым туздом потому что было очень топ-2 получил пол терн десятка я поставил поп-отом пошло флэш-дро и по реверу просто космос дама пришла и я поставил 10 процентов получил рейс почти на весь вот так поставил но не дали 50 тысяч дополнительных шашек все наш шикарный банк скажи ты пиво выпил валенчик ты не должен было летать все те кто выпивают все те кто выпивают они не вылетают блевотина десятки мои твой твой сет слопа да а там пятерка и флэш-дро да и не спарилась прикинь я тоже выставился с королями против готового стрита у меня топ-сет у него на черный стрит упал ревер каре ёптить но все ну я не знаю 500 стакан а третий я не спешу потому что я шла не ру выиграть главное не тормозить то есть как бы вот сейчас уже надо понять что назад пути нет скажи мне вот ты знаешь всю эту математику не сейчас садится или в конце двенадцатого уровня но смотря сколько если у тебя есть подороже будет но и да ну зато нокаут будет пробуд проблемки то есть лучше поглубже а не партий как играешь я же есть рентри правильно вот еще одно есть но лучше от да лучше слева посадили хасана это легендарный любитель про которого действительно ходят легенды на кипре человек делает по 69 входов в турнир по 15000 и вот он слева от меня и создает action значит товарищ хасан слева решил рейзить темную и сказал что будет коллировать любой аллен но при всем при этом сказал что хочет потратить карточки таймбанка вот наступил перерыв и мы собственно говоря всем любопытно что там будет он жгет карточки таймбанка все шесть мы с ним в это время болтаем и в итоге он находит довольно-таки сильную руку тут всем разные привет мишу все вину против дома валет давайте посмотрим а я я за смелость болел ну а теперь после перерыва сразу же первой рукой я на большом блайнде и хасана 5 разит в темную 50000 на блайндах 612 батон задумывается и выбрасывает высокий приходит ко мне слова у меня при этом довольно таки большой стек как бы запасом и у хасана немаленький у него около 500 тысяч и он сказал что он будет коллировать в темную я поднимаю на бб дама 7 сьют на самом деле такое довольно таки неоднозначное решение но с учетом того что дама 7 сьют против они ту стоит довольно таки неплохо турнир нокаут я покрываю товарища он обещал коллировать в темную я ему верю я принял решение поставить аллен мне нравится но товарищ хасан поднял свои карты нашел туз 10 что конечно вообще сложно было представить давайте посмотрим смогу ли я его обыграть будет тяжело но это никогда не закончилось ты обманываешь, да? да, я обманываю ты можешь проверить только если нет, ты обманываешь, ты обманываешь да, это больше чем 7 но сильная рука против каждого, да? это не очень плохая я имею в виду ты можешь ловить, да? у меня четверки я не знаю я имею в виду ты обманываешь, да? да да извините извините как? 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 у меня хват так подвел на ВВ-92 сьют мультивэй граничный тоннолл флоп валет шесть двойка радуга батон рейзер чек батон я холл рейзер колл тонн четыре все проченько ревер девятый я поставил 15% получил рейз быстренько заходил а выгнал побил валет 8 плохой котик но тебе туда желаю спасибо в руку ну а тут пацаны выставились в четверной алын Володя Лильгант один из участников мы за него топим слева чапака подсадили тоже неприятно он тут сразу зарубился да в итоге Вове не повезло мы с ним прощаемся но чапака немного подразобрали слева подразобрали тоже неплохие новости ну здесь совершенно эпичная ситуация в общем после того четверного алына товарищ слева остался коротышом и товарищ справа недавно по моему предложению согласился накатить пивка как он потом признался это было важно в общем он делает рейс у нас с ним очень большие стеки где-то полтора средних то есть средний миллион у нас по полтора я вроде бы чуть-чуть покрываю и у меня два валета соответственно решаю зайти колом на префлопе некую ловушку расставить и она идеально срабатывает товарищ за спиной короткий стек идет ол-ин и рейзер довольно таки быстро ставит свой репуш здесь начинается самое интересное прошу точно посчитать стек пушера потому что мне было важно чтоб я его покрывал хотя на самом деле это так если подумать не особо имеет значение может быть даже если бы он был больше меня то его рейндж был бы еще лузови но так конечно было приятно знать что мы еще едем за нокаут рискуя таким большим большим турнирным стеком в итоге оказывается что я его действительно покрываю там буквально на пару блайндов я делаю кол и в этот момент уже и миша за столом и илюха тут же неподалеку и в общем давайте смотреть что будет ребят это эпично а давай сможешь сможешь шоу есть я рисована рискнула и давай вот это точить все это без этих теперь и похавать можно сходить мы теперь уже тут идем водочки нам принеси мы уже тут идем я you can you can you can you can you can check if you want yeah yeah he checked for sure yeah yeah this is my phone серьезно можно слушать не особо решает то полтора ляма баунти сотка понятно полтора не понятно ну просто типа полтора средних все теперь 20 минут то есть так будет чтобы забрать все что сколько баунти ну щас а вообще у меня шесть тотал 1 мое я уже фриролю короче там на арестованные тузы были типа да просто но я чувствую очень важно но мы хотя бы поделим я думаю типа не будем упираться лёх поделим же в хатзапе правильно причем колл с валетами был осознанный я понимал что делаю но хотел лёх как потратишь слушай ну давай выводи ну не рискуешь что много очень 3 миллиона у тебя выводи предлагаю тебе новый ник взять пылесос блин я бы очень хотел быть пылесосом ребят просто обычно я тот кого пылесосит он меня еще понял за скамидом что хотел за скамидом я говорит только что на баунде что ли мне он говорит у тебя меньше я говорю блин чувак я вот это чиппорно вот это я понимаю помните же был такой тэг чиппорн а где они башни строили из них если ощущение сейчас все косари заберут и их далеко не убирай типа сари сейчас выкупят у тебя все вот интересно чё чё делать если бы он меня покрывал да лын тоже ты чё гонишь да уже вообще баунти не влияют не я согласен но типа ну да я думаю тоже да денег ты не досидел бы с огрызком типа если у тебя не покрывал там на твои три копейки то это все равно не тем был бы все расставил так друзья что вытащили эпичный спот у нас три с лишним миллиона средние 900 сейчас бабул и это нокаут это прям лучшее о чем можно мечтать жалко не прогрессив конечно нокаут поэтому на сами нокауты уже немножко теряются цене но при этом все равно допустим 30 участников всех 30 выведает до 15000 неплохо за первое место 16 кстати пласть у нас пока 5 нокаутов я думаю что 5 6 можно сделать сейчас у перерыв на ужин и сначала съемки конечно же куда без них потом перерыв на ужин хороша молодец а то сейчас никто не 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 поддержал миллион выиграл со 125 долларов прикинь 125 долларов добрался серьезно только что ильюха сказал Блин, вообще кайф, ребята, ну вы знаете, что делать теперь. Всё, теперь лямочки есть. Блин, ну это вообще огонь. Он такой, блин, чё мне делать сейчас? А 125 дров я не перевёл. Аааа, ну... Ну, пиво, 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 пиво. Это реально твой? Да, да, я пиво, пиво. Серьёзно? Ну так же на группу пробрал. Офигеть. Блин, ну вот, это же как интересно. Поздравляю, поздравляю. Это прям, ну, крутая история. Круто, что он выиграл. Потому что... Второй тоже сателлит прошёл. А, второй тоже сателлит. Дружно поздравили Азамата, человека. Выиграл мейн-эвент. Стал чемпионом главного события, отобравшись с сателлита, 125 долларов, на сайте покерок. Друзья, ссылку ищите у меня в телеге. И возвращаемся в строй. Тащим. Друзья, мы на пороге уже на пути в Вегас. То есть меня тормознули что-то на граничке. С моим паспортом, видите, какая-то не сразится. Но ничего нас не остановит. Мы летим. Мы летим дальше. Я вам напоминаю, что пока меня нету, вы гэмлите в КТ. КТ происходит каждый день. Его можно отбираться по будням за 2 бакса, по выходным за 5. 6 июля можно сражаться со всеми амбассадорами за гарантированный призовой фонд 20 тысяч долларов. И выпивать ещё амбассадоров. Получать за это мистери баунти. Веби, ты хочешь мистери баунти? Вы тысячи коннект? Да. Да. Ответь, даже Веби, хочешь что-то добавить. Ребята, не тормозите. Делайте. Меня не будет на этой серии, но вы знаете, кого можно выбить как бы без меня. Не забывайте про лайк на этом видео. Подписывайтесь на канал. И я вас всех обнял. Вы полетели. Значит, я порезил со средней валет 10 разномастные. Большой блайн защитился. Вышел флоп мечты. Валет 10 валет с флэш-дро. Он чек, я треть. Он кол. Терн четвёрка. Он чек. Я решил поставить пот, чтобы иметь возможность вгрузить стэки на ривере. Ну, плюс, довольно таки полярно уже начинаю изображать, поэтому решил не мелочиться. Он коллирует, и ривер закрывается в флэш, и мне прилетает Донгбет полпота. Ну, я прекрасно понимаю, что там доехал флэш, разыгранный таким образом. Ставлю all-in, и после недолгих раздумий мой оппонент коллирует, переворачивает флэш 4-3. Но я гордо открываю фл хаус и забираю его стэк и нокаутик сюда. А флоп по мечты. Не помню, чтобы еще такое сдавали. Диди. Сидовин, тв3. Так, ну, в общем, у нас 3,500, 4,500, около пяти лямов, миллион триста средний. И мы тащим. Так, ну, мне продолжают круто сдавать. В этот раз тузы, я рейс, большой блайнд. Коу, мой, так сказать, зритель, подписчик, Саня. Привет ему. Выходит шикарный борт, 883. Он чек, я малышку. Мне просто олен прилетает. Ну, я кол. Там туз-3, что можно было лучше увидеть. У меня тоже прекрасно. Саня и Джи-Джи. Продолжаем тащить. Саня, кулачок. Приятно было. Будем разваливать этот турнир. Три стола. Вот. Пацаны волыни. Классика. Ну, у нас ровно. Бол, бол. 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 18 человек. Это такая ситуация. За первые 16 кап, плюс баунти. Ну,これで 24. Так, у нас Ded 혼". У нас Red one Hof nos три стола. Это шикарно. А , у нас Red breve потому… — У нас тут. Есть первый стол. — Это здесь, тут dentro. А, мы переходим туда, в центре. В private zone. Это неплохо, это неплохо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Кто-то пьет? Это трансмиссия турнира. Если ты не пьешь, то не пойдешь к финальной табле. Не пьешь? В последний раз. Извините, господи! Что же он хочет? Корона Лемон. О, Корона Лемон. Хорошо. Пьешь? Я защитил ББС, король и валет разным. И против любителей на батоне. А он до этого сыграл раздачку такую аркадную. И доска идеальная, король 5-4. Я чек, он маленькую. И я чек рейз, он пол. И терн 9. И я такой, что делаем? Давай-ка чекнем. Типа, мы же часто чек рейзим и сдаемся. Ну и он попался в ловушечку. Поставил пози и я чек пушил. И он заколел на ту спать. Гениально. 250 поставил и еще 500 где-то заколел. У меня на большом блайнде король 3 разномастный и малый блайнд немецкий игрок пушит чуть меньше десяти блайндов. Может быть 9,5. И такое граничное решение. Я понимаю, что игрок понимающий и скорее всего будет ставить аллыны с руками типа валет 10, 9-10, дама 10. Вот. Но при всем при этом как бы не хотелось его удваивать, потому что игрок сильный. В итоге я решил крутануть ослика и сказал, что если выпадет красное, я заколю. Ослик показал на красное и я нажал кол. Мой оппонент перевернул руку дама 10. Оффсют, идеально. О, это хорошо, это хорошо. Удачи. Спасибо. Ой-ой-ой, сейчас будет тяжело. Но на флопе ловит стрита сразу же. И у меня практически нет аутов. Потернул. Так я точно dead. Но ничего страшного. Первый проигранный банк за долгое время. I take it. Так, ну неплохо идем. 13 человек. У нас больше 6 миллионов. Средний 2,8. 7 нокаутов. Короче, все четко. Надо нокаут проверить. Потому что я нокаут, это я и не посчитал. Так, ладно, вроде здесь все нормально. Вроде 8 нокаутов у меня. Точнее 8 фишек. Ну ничего, состав хороший. По-моему вообще сильных, прям сильных-сильных никого нет. Есть Вадим God's Gunner. God's Gunner, боюсь произнести неправильно. Он тащит все время дипраны. Что-то знает. Но будем осторожны. Пиво не перестаем пить. Но сейчас немножко водичкой поправляемся. San Pellegrino у них тут есть все же. Надо какой-нибудь снэк долбануть сейчас, кстати. Вот чем кормят на это фудкорт покерный. Значит тут салаты. Там стойка с фруктами и десертами. В принципе выбор неплохой. То есть не то чтобы совсем пусто. Нормально. Нормально на самом деле. Здесь все очень хорошо. Вот тут мерч продается. А, Глеб Тремзен в игре. А вот Вадим как раз. Вадим тоже с нами. Удачки. Вот. 13 человек. Значит здесь закусочки, салатики. Вот оливьешка лежит. Ну в целом как бы ничего такого. Здесь горячие. Grill Chicken Wings. С пивком, кстати, можно сейчас и долбануть. О, а вон еще курочка такая лежит. Смотрите. В общем неплохо. Есть чем подкрепиться. Блайнды уже 40-80. Мне заходит не по-детски. Тузы. Я Рейс. Получаю замазывающий 3 бет от нашего парнишки. На малом блайнде. Он поставил около 40% своего стека. Поэтому тут нет смысла slow play. Я просто push. Он call там короли. О май гад. Is it real? Осталось устоять. И... Да, ребятушки. Мы тащим. Тащим. Два стола. Что было? Что было? Блин, красиво. Я не верю. Я не верю. Спасибо. Опять мы на большом блайнде. Опять справа наш немецкий спортсмен. Идет All-In. В этот раз у него стек около 8 бб. Я проверяю карты на большом блайнде. Дама 10. Разные. Та самая с которой он меня в прошлый раз играл. Обыграл. Я call. Он переворачивает туз 3. Окей. Боевая. Флоп. Валера. Терн. Король. У нас двухсторонка. И... Ривер. Сюда. Стрейт. Выбили немецкого спортсмена. И, кстати, с той же самой рукой собрали стрит. Только с другой стороны, что и он против нас в предыдущую раздачу. В общем... Двигаемся, guys. GG, mate. Nothing I can do. Так, у нас финалка, друзья, первая на этой серии. Огонь. Выбили вообще в очень важной раздаче товарищей из Германии, потому что он такой был не самый приятный оппонент. И сейчас у нас семь человек. Справа будет Чипак. Короче, хорошая финалка. Громова выбили на восьмом месте, к сожалению. Но, понятно, в тактических соображениях лучше. Он сильный игрок и мог доставить неприятности на финальном столе. Поэтому... В общем, пока еще точно весь состав не знаю. Но вот я в таком виде планирую тащить. Давайте. Буду снимать. Так, призовые у нас непонятные. Я помню, 16 за первое. Там небольшие деньги за второе. Вот в один... Котсданкер сказал, что сегодня тащит Аллыны. Значит, ну что... Да, у нас сейчас будет Семакс финалка. Вот тот финальный стол, к сожалению, занят. Там играют Я, ПТ, Сайперс. Это тот турнир, в который я вчера замазался. И, скорее всего, вам не показал, потому что там нечего показывать, где я Мазус с Володей Трояновским ставил. Поэтому нам там не разрешат играть, но дадут играть здесь. Кстати, Виктория, скажите, будет ли кубок для этого турнира? Вот 6MAX Turbo Bounty 500 кг? Последний остался. Ну, есть, да? Вот, последний на этот. А маленький? Это маленький. Для нас? Нет, для них. Мы не имеем титул для нашего турнира. Трофе? Нет больше трофей? Нет. Нет, нет. Вы можете спросить? Нет. Я бы хотела дать трофею. Почему нет? Не знаю. А были на всех турнирах трофеи? Да, хорошо. Спасибо, Виктория. Все, начинаем. Ну, вот наш столик. Ну, непонятно. Все более-менее равные стеки, кроме двух шартеров. А сейчас будет дрона Баттен. Я купил тебе бир. Это у меня сейчас. Они купили один, я спросил один. Кто-то хочет бир? Да. Я купил все турниры. Я думаю, что это последний турнир должен быть бир. Мы только будем брать бир. Только бир? Да, вы можете. Что-то для джентльменов. Ну, и финалка получилась очень-очень дружественная, крутая. Я предложил себе пивка, и все согласились. В общем, в какой-то момент я вообще не ожидал, что всегда находится, знаете, кто-то один, кто... Не-не-не, я не пью. Сейчас буду у вас пьяники их обыгрывать. Но получилось наоборот. Мы все заказали по напитку, и бомба сейчас будем тащить. Хороший старт. Так, у нас Вадим... Вадим запушил, получил колду. Вадим запушил? Почти. Напомню, что перед началом финалки мне Вадим сказал, что он просто не проигрывает Алыны. Сегодня в жизни такого не было. И вот раздача, где он ставит не до пуш, получает два репуша за спиной. Там короли и дамы. У него тут три. И давайте посмотрим, что будет. Весел ты? Да. Ну, куда ты собрался выпидывать? Сейчас ты... Твое сейчас. Ты же сам сказал сегодня, тащишь. Ты же сам сказал, что не проигрываешь. Еще и бубей ни у кого нет. Смотри, что происходит. Ну, это нет. Ну, это нет. Ну, это же неловко. Неловко. Он сказал, что он не потерял Алынс в этой серии. А ты выкладывать собрался? Окей, ребята. Пойдем. Для победы. Друг мой. Тебе тоже принесли пивко. Песня. 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 Рушен лодка. А, рушен лодка. Окей. Прости человек под пивка блин. Только что, так проиграл. Здесь я порезил король даму. На Котофе. СБ любитель колл. ББ любитель колл. Доска 9 хай. Чек-чек. На самом деле стеки уже довольно таки короткие. я решил здесь не начинать блефовать в двоих сыграл чек бихайн терн интересный десятка пошло флеш-дро у меня есть дома пики чек и любитель сбб ставит где-то процентов 40 потом но я решаю что могу протащить у меня есть нацевый гэтшот и оверкарты плюс его ставка не сказать что выглядит сильно и часто смогу его возможно заблифовать по закрывшимся пиком в общем с планом не сдаваться на некоторых риверах играю колл мало блайн ты кидывает и выходит интересный ривер туз он чекает камни ожидаемо и я здесь задумываюсь сколько я хочу ставить против нас любитель думаю что лучшим розыгрышем был бы просто аллен поставить его максимальную оказать на него максимальное давление поставить максимальную возможную ставку что это ноу-лимит холдом но я выбрал более такой сейфовый вариант поставил плотно 75 процентов года но это не очень хорошо сработало потому что после нескольких таймбанков товарищ все-таки мне заплатил и я проиграл полстэка он перевернул даму 10 там нежданно подкрался большой блайнд и у нас 9 бб на большом бланде после проставления анте я нахожу очень крутой стартер туз король батон ставит аллен мы радостный колл за турнирную жизнь и непривычно для нас потому что всю дорогу мы были чипаками давайте смотреть чё как там туз валет хлоп хороший потерну дама но открывается флешдрог листовая в одну карту но ни у кого нет крестей это четко ривер победа сюда удвояжка важно буквально через пару раздач я на баттоне у меня получается около 20 бб на бб чип лидер любитель на sb тоже любитель не чип лидер меня король 2 масть на баттоне я решаю открыться потому что ну надо как-то фишки выигрывать делаю рейс и большой блайнд играет колл выходит любопытный порт балет 10 мелкая мое flash draw и он чекает ко мне и я здесь собственно говоря задумываюсь хочу ли я ставить вроде бы ну подходящая ситуация до flash draw over карта backdoor street но при этом могу ли я играть bad call наверное нет не могу и не хочу опрокидывать только equity мне совершенно не хотелось я подумал что такой борт в который часто может зачек пушить какой-то валет или может быть вообще друг хуже моего поэтому я решил взять check behind смысле о том что у меня есть шоу даун и если что блефануть я успею на поздних улицах играю check back turn to куз конечно же не в масть и мой оппонент ставит не самая приятная ситуация но естественно мы коллируем у нас еще гэтшот подъехал плюс flash draw и ну кое-какой шоу даун не присутствует с королем играю call ревер бланк тройка и мой оппонент играет check если честно он очень ну я его уже замечал что он не дублифовывает и действительно я подумал что у меня есть шоу даун с моей рукой то есть у него есть какие-то гэтшоты промазавшие или просто стрейдерона 89 там дома 8 какие-то просто может быть однопарные а точнее дома дома x руки которые он решил поставить один раз и сдаться на ревер и поэтому я взял шоу даун и да он сработал мой оппонент предъявил даму 6 я забрал банк по король хай считаю успех первый вылет из-за пушил 10 и у дядечки на кайту на большом блайнде как всегда тут сама 10-3 собрали в парк реверу 6 макс продолжаем у нас вылет очередной тут всем запушили то здесь вадим сыграл лимбуш там 105 рейс кол ой 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 здесь уже сложно будет вадим джи джи добрый вечер всем на специальное включение мы находимся на финале турнира по 1000 баунти наш друг здесь неплохо проводит время сейчас я попробую нажать три раза кнопку плохо проводит время пытается выиграть побольше денег лайнды подросли стек наш нет у нас буквально чуть больше 10 в.б. 10 с половиной а может быть 11 и туз 6 одномастные на хайджеке не сказать что прям супер радостный аллен но надо ставить да потому что блайнда съедают очень быстро рука хорошая иногда можно получить колот руки хуже в общем ставлю пол стека подумал что ну если вдруг там будет какой-то сумасшедший экшен за спиной все втроем пацаны выставиться то можно и выбросить но получил сразу же кол на катофе вот той того любителя и это неприятно никогда видеть но что делать мы уже в игре все остальные пас я зову мишу и на же чтобы он поболел но он очень сильно занят массажем вышел не самый подходящий борт дома 54 флэш-дро не мое у меня даже нет бэкдора но как будто бы есть бэкдор стрит который я вначале не заметил но это неважно я все еще могу быть старше каких-то рук в любом случае банки уже слишком много денег надо доставлять пихаю оппонент коллирует и переворачивает две девятки теперь нужна только магия терн хороший приносит нам гатшотик дополнительные у нас теперь даже не гатшотик а стрит-дро у нас и на двоечку и на семерку и туз аут и и на ривери он приходит тузяка и это удвояха ребята хорош асса блин шикарно но я не недооценивал У нас уже следующий уровень блайндов 250-500 я иду получается на втором месте со стеком где-то около 18 блайндов справа от меня игрок у него около 9 bb и слева от меня товарищ у него около 12-13 и соответственно огромный чип лидер чип лидер fold и баттон идет all-in со стеком 9 bb в другого короткого стека так сказать у которого 12 и у меня при этом на малом блайнде туз 7 разномастные ну на самом деле очень необычная ситуация я задумался в игре что делать но все же подумал что нокаут все-таки вспомнил что это не самый тайтовый игрок который там же искалил туз 5 разные против вадима ббсб поэтому подумал что его я обязан закрывать на туз 7 потому что я доминирую какую-то часть его диапазона там какие-то более слабые тузы может быть как король 7 он поставит часто там будет бродвей против которого мы едем впереди плюс нокаут но ситуация не однозначно пишите в комментариях закрывали ли вы бы в такой ситуации или нет я закрыл bb тоже call баттон говорит что он в топе своего ранджа поворачивать переворачивать королей на бб валеры ситуация не айс давайте посмотрим что будет да мы единственная хорошая новость во всей этой истории что мы обоих покрывали что мы еще в игре никто не вылетел мы продолжаем 4 макс репти вот такой компании мы отправляемся вегас вот правильно то ли показывает если вам это все нравится происходящее ставьте лайк этому видео подписывайтесь на канал мой то ли брат вы и будущее и будущее чемпионное на винта просто самый скромный знаешь что делать пока и цикей так у нас выставление 7 8 чтобы в 3 максе остаться на восьмерочка приходит восьмерку ловит товарищ давайте легу хотя бы нет короткий удвоился утро начни утроился ну опять любимый спот в турбинках с ввб я на вбсб ставит пуш он меня покрывает я нахожу туз 4 это над в этой ситуации радостный кол у меня около 7 блайндов у него около 10 блайндов он недавно все подарил чип лидеру честно говоря я не запомнил раздачу но там был какой-то просто отъезд в итоге нам нужно удваиваться ребят давайте тащить флоп отличный четверочка лучше ничего хотя его 2 оверкарты все еще живые терн 10 ривер за носи по почти выдели он твой подарил вообще жестко все чип лидеру такая что два шорта я сейчас меньше среднего и чипак огромный стек вообще просто огромный у двоих по знаю по 3 по 4 блайндов модель фоблайн финал бататал и файда в лап хим it's not good только что 106 выбросил против пуша от 4 блайнда пуш на большом блоге чипак у него тус валет нашлись то просто откачивать вылета и и файкал в юго хадап забавно я выбрал я второй раз не совершил эту ошибку и выбросил на пуш от короткого туз 6 разные когда на большом бланде был чипак вот не знаю по чучки решил сыграть плюс реально подумал что мне выгоден тот момент когда чипак будет выбивать шорта и я буду вторым стеком поэтому выбросил туз 6 и на большом бланде нашлись туз валет он бы нас двоих естественно закрыл и выбил бы из турнира а так он выбил короткого и мы остались втроем с одним коротышом также поэтому вообще крутой отскок давайте ребятки 3 макс победа близка здесь мне удалось подснять как мы френдли playm против коротыша у него там буквально два блайнда и мы зашли оба в раздачу скорее всего я полна б.б. и батон запушил короткий из бы заколил я просто подбил и вот мы чекаем до ривера на ривере наш чип лидер в год моде как всегда собрал нацию комбинацию выбил коротыша и у нас хадапчик друзья мои ну что вот гол так вики но часто точно 3 на 5 минут перерыв не очереди да пока рассядемся или чё перед хадзапом потом уже не будем перед на у смол брейк and then вы play я я феста в корс в корс ну что он до хадзапа мы дошли у нас конечно не очень много чипсов но не так уж и мало тем более наш оппонент играет очень предсказуемо усталость конечно присутствует но надо надо потащить наших хадзапчик начинается довольно таки мило со знакомства оппонент спрашивает откуда я и я спрашиваю откуда он в целом он играет довольно таки пассивно и не но не особо блефует поэтому у меня была простая стратегия играть с ним максимальное количество раздач маленьких и не дисповых мы покатали пару раз туда-сюда блайнды и в какой-то момент мне сдали король 3 разные на бат они у меня в стыке уже меньше 10 блайндов и ничего не остается как поставить а вот с такой рукой казахский над мой оппонент конечно же нашел руку туз 7 и у нас получается дамир жугралин выступает против миша семина давайте посмотрим как получится но и судя по всему дамир чуть более удачлив потому что на ривере я ловлю короля и удваиваюсь ребят новая жизнь мы почти сравнялись это шикарно здесь мне удалось пристроить камеру так вот сбоку и вот мой выигрыш собственно говоря как мы видим все равно у оппонента гораздо больше фишек чем у меня в общей сложности у нас где-то 34 миллиона на данный момент у меня 13 и у него 21 но при этом 20 уже можно играть все еще мой противник продолжает собирать комбинации и собирать у меня небольшие раздачки хотя план был другой а в итоге проиграл я одну раздачку на послопе пару блайндов и мой оппонент залимпился на бат они я поставил all-in с король 6 у меня около 12 бб и он довольно таки быстро заплатил с дамой 7 одномастными мне показалось что немножко лузоватый лимб кол но скорее всего он тоже устал нужно эту вытащить ребяткой потому что это мы тогда сравняемся флоп хороший хотя как хорошо него гэтшот нужны просто низкие карты я прошу карту ниже двойки на такой не существует и кладут туза и ребята мы удуваемся и почти сравниваемся почти почти выравниваем стеки и здесь происходит покерная классика мой оппонент делает рейс баттона у меня на бб туз три сьют около 20 бб ну отличная рука чтобы поставить all-in тем более мы видели что мой противник уже совершает неверные колы и может заколировать на руку слабее ставлю пуш он быстро калирует и показывает пару восьмерок на флопе кладут ему сет но мне flash draw я запись включил только стерна давайте смотреть лайве что было дальше к на флопе flash draw flash закрылся без пары просто пипец у меня flash draw потерну flash roller coaster и по риверу фул да скорее всего он победил сколько какие 8 800 то есть тут тут 7 ну да у него больше ах криверочек не но у него сильнее было я я только против двух сетов такую не выиграл даже нацовый flash натерт не бил ну да да ладно диспа все решило на самом деле но получилось прикольно то есть я я по сути мог вылететь на финал еще мне наехало просто несколько раз поэтому я не жалую что ты говоришь ты в меня такого не было в жизни чтобы вот так вот переехал кого-то на финалки потом ривером поймал фуял спасибо я полторашку вижу же 320 потратила сколько у тебя баунтей ну 9 но считай 8 ну четвертый нормально первое ровно первое а видишь как ты завершал а все из-за того надо было думать блин я же на 320 настроился я забыл про баунтей да видишь настроился вот на что он сразу же каждой силу мы себе крестьян тебе тоже спасибо была классная команда а ты вообще мы с тобой сейчас не надо прыгать на порадоваться же ролики смотрят но до хорошее самочувствие во время игры это важно так ну ладно давайте в любом случае второе место хорошо друзья вам спасибо что смотрели но я знаю что этому видео вы и так захотите поставить лайк но бляха не забудьте пожалуйста и все пишите комментарии какой за меня рады я не переключайтесь сейчас будет подведение итогов серии привет друзья сегодня последний день на солнечном кипре и он просто реально солнце я на терраске отеля даймонд здесь чайная комната которую вы наверное уже видели или слышали в моих роликах и через пару часов у меня трансфер в аэропорт все уже разъехались мне кажется я один остался из игроков покер пытаюсь кому-то вручить мерч который остался кого не встретил подумал что будет прикольно пока я еще здесь поговорить о серии подвести какие-то итоги возможно это видео будет интересно возможно эта информация будет интересно вам ну что начали ли мы очень бодро очень неплохо началась серия крутой дипран в первом турнире удача в мистере баунти в целом очень атмосфера приятная и суперская и первые дни прям было вообще все огонь когда был режим когда были победы когда было в общем все по плану дальше все немножко сбилось потому что наступили поражения наступил плотный график и недосып и при этом стресс и где-то наверно 5-6 дней прошли не очень хорошо удовольствие было на минимальном уровне от серии бокер поднадоел результаты не нравились игра не нравилась усталость накопилось спорта не было все немножко пошло под откос но в последние дни я вовремя это все осознал что надо вставать на рельсы опять начал уделять чуть больше времени сну режимчику спортик сауну хорошо встал ходить с утра немножко поработал даже над игрой но так просто тренажере и ну как будто бы помогло именно вот осознание того что надо что-то поменять по ходу она у меня в конце немножко смотрел и я прям точну хотя что мог подумать терять явно не дисциплинированный подход идти играть турнир под пивко но это уже традиция и я замечаю что для меня работает то когда я к покеру отношусь чуть менее серьезно чем я обычно делаю и вот не знаю видимо какая-то совокупность до факторов начинает меня способствовать в такой момент и это удивительно что во втором подряд я нам турнир я дохожу до хедзапа и в целом как бы ну чувствую какое-то невероятное преимущество в этой игре именно в ней в том турнире который я лично называю пьяный потому что он по факту таким является но ребята которые меня встречали за столами молодцы всем респект потому что все поддерживали вы для даже финалка у нас не зажалось и все заказали себе по напитку было очень прикольно и вообще конечно очень крутое завершение серии очень круто когда тебя и друзья поддерживают миши респект огромные второму миши и люки и настей в общем всей бригаде которая нас сопровождала здесь всем огромное спасибо всем огромный респект организаторам которые нас сюда привели привезли и за весь наш нетворкинг в общем все это способствовало такому крутому времени на кипре что это действительно остается любимой локацией такой знаете домашний уютный свежий конечно вегасе такого нету и здесь мэри то огромное преимущество вам желаю тоже развиваться быть еще круче еще сильнее поздравляю победителей турниров особенно мейн-ивента ребята с сад оточнули азамат респект в общем было круто ребят я надеюсь что скоро мы с вами увидимся на новой серии я не знаю когда это будет июля или август но мы точно здесь встретимся еще спасибо что наблюдали смотрели было очень круто я рад лететь и возвращаться домой жене все ребят ставьте лайк не забывайте этого видео и пока